Приветствую, дорогие друзья! Хочу сейчас коснуться такой темы очень интересной, в которой постоянно в философских диалогах затрагивается такая тема, как язычество. Всем намного говоримое язычество и, в принципе, суть его, как бы, настолько запуалированной непонятностью, что это, как бы, просто создался образ грежитка далекого прошлого, а что это такое, то есть, конкретно никто не говорит и не знает. Попробуем разобраться, что же такое язычество. Ну, во-первых, для того, чтобы понять, что такое вообще суть противоборства, когда-то все вы знаете, начнем с того, что все вы знаете, что в России до, на Руси, до появления христианства, тысячу лет назад примерно, да, то есть существовало такое, понятное, как язычество. И в дальнейшем христианство, христианская церковь яростно боролась с язычеством, ну и считала его сатанистским, каким-то там направлением, не знаю, навешивала ей руки. То есть, всем показывали деревянные столбы, на которых были вырезаны разные лица, и считалось, что язычники на них молились. Во-первых, никто ни на кого не молился, в том понимании, в котором это представляет христианский институт. Просто ситуация складывалась так. До того, как появилось христианство 2000 лет назад, существовала на нашей земле, существовала форма социального, так сказать, воспитания и образования, как, будем называть это язычеством пока, да, то есть как это назвать, это вопрос десятый. Мы рассматриваем, что такое тема, что такое именно, что такое язычство, почему язычество. И вот, в те далекие времена, 2000, 5000, 10 тысяч лет назад, на территории всей Азии существовала система образования, которая предполагала, что некоторая часть населения начала интересоваться науками, то есть своим образованием. Рождались люди в семье, работали, что-то делали, исполняли свои функции, жили большими такими родинами, вот. И некоторые из них почему-то резко хотели найти учителя или получить образование какого-то. В то время единственная возможность получить образование была, как бы, основана на присоединении к определенным группам людей, которые ходили по всей Азии, их называли дервишами, это до-исламское еще название, дервишами, друидами, бардами, ариями, то есть, сразу скажу, ария, это музыкальное произведение, ария, это не народность какая-то, это просто группа, творческая группа, которую называли дервишами, ходили, и это примерно то же самое, что и барды. То есть, разное название, разные, разных народностей, родных родин были разные названия в семье в этом. Вот. И вот они ходили, и Волховы к тому же, да, еще Волховы знаем, тоже они ходили, пели, рассказывали разные сказки, исторические, мудрость такой. И что же это такое, что же они пели, что же они мне рассказывали. Вот. Сейчас, как бы, из глубины веков трудно вытащить конкретику, которая была бы ясно всем видна, но из того, что исторические документы, сохранившиеся во времена войны идеологически между христианством и милиции, то мы видим, что Волхов считали, считали магами, считали такими волшебниками, чародеями. Они лечили, они учили, то есть, они были очень авторитетными людьми, и многие, многие знать российские, то есть, то есть, авторитетные. Эти цивильные, обычные, так скажем, натуральные, они прислушивались, и они были учителями народа, Волховы. Вот. Ну, и в то же самое время их боялись, опасались, каким-то образом смотрели на них, как на чародеев, то есть, людей, которые больше знают, которые больше имеют, и, в общем-то, мудрецов. Чтобы понять, что же такое представляет себя по-настоящему Волховы, мы просто перенесемся в Индию, в западную Бенгалию, из которой, из которой я обещаю, случайно оказался, совершенно случайно, будем так говорить. Вот. Нужно посмотреть на местную культуру. В местной культуре сохранилось, через тысячелетия сохранилось, сохранились эти самые Волховы, как у нас называются, только называют их здесь местные Баулы. То есть, это актеры, танцоры, певцы, которые испокон веков закрытыми группами жили. Вот. И самое интересное, что местное население, в котором эта группа живет, находится, они в большинстве не понимают, о чем поют эти Баулы. Вот. Будет очень много видеоматериала, я потом выскажу, а как они себя выглядят. Ну, хотел представить, что из себя они представляют в местной, здесь в западной Бенгалии, как культура. То есть, местные их не понимают. То есть, о чем они говорят? Они говорят о каких-то высших материях, которые на нормальном бытовом языке трудно определить. Это нечто подобное пробовал делать Гребищуков, наш уважаемый Губахо, который, будем так говорить, несколько мистифицировал реальность, добавляя туда личные элементы из своей жизни. И вот, раскусить его тексты было довольно очень сложно, потому что у них много было, кроме идей каких-то, кроме религиозных понятий и наук каких-то, эсотерических, полно было еще и личного. И вот в этом, если в идеологической его форме можно было разобраться в текстах, то лично, ну, как сказать, у человека что-то произошло, и он об этом поет. А ты ломайся Гуру. О чем он поет? Потому что он конкретно другими словами, возвышенно говорит. То есть, эти баулы, они именно таким образом сочиняют свои тексты, которые, как бы, являются науками. Ну, можно сказать, примитивно, что рэперы тоже примерно такой же стиль, но они тоже пытаются учить жизни молодежи по своему образу и подобию. Ну, у баулов, если рэперы, они на уровне социальном, то есть, несколько десятилетий существуют, то баулы – это уровень старше Боба Марлея. Боба Марлей тоже из этой оперы, он тоже, будем так сказать, мистик, который на, как бы, на религиозной основе создавал свои тексты. У него была глубокая философия. Ну, вот эти баулы, они существуют и давно. И чтобы, и вот, соотнося их с нашими воклами, видно, что. А, кстати, еще посмотрим, что… Собирай баулы. Такое выражение, да? Как бы, откуда оно взялось? Вот, оказывается, бродячие музыканты, артисты ходили, и кто-то, кто заинтересован был чем-то науками, не понимал и старался понять это, то есть, собирался и шел с ними. То есть, шел в ученики и становился впоследствии бардом или арием. И вот они ходили по всей Азии. И у них были даже свои центры потом возникли, то есть, на основе общих идей. Ну, понятно, что, ну, как бы, то человек, что такое мистика? Это то, что человек не понимает, не знает. То есть, это определенный язык символов, который, чтобы его знать, нужно понимать суть происходящей. А о чем поет? То есть, о том, что происходит у нас в голове, в сознании, как устроено сознание, как устроено тело, как взаимодействие. То есть, это древнейшие науки, которые сейчас в Индии преподаются в йоге на определенном уровне, науке о сознании. А у бардов это гораздо проще. То есть, они бродячие танцоры, бродячие учителя. Они поют, и вот пойми нас, кто может. Кто понимает, начинает задумываться, и таким образом происходит наука. Вот. Также, то есть, волхвы, это то же самое. Если посмотрим Вибриду, при рождении Иисуса, там пришли, пришли, ну, три волхва. То есть, вот эти авторитетные люди, которые считали, ну, там, по понятиям пришли, родился король или царь будущих людей на земле, да, сын Божий родился. Ну, это терминология, оставим его в покое. Вот, потом мы рассмотрим, что это такое христианство. Сейчас обозначим, что такое языческие труны. Я к этому веду, то есть, хочу сначала познакомить с теорией образования дохристианской Руси. И вообще всей Азии. То есть, у нас было общее поле, общее идеологическое поле. Если мы посмотрим, как на идеологию, да, религия, каждая религия, это идеология. Будь то религия, будь то демократия, социальное какое-то устройство, это идеология. То есть, идеология подразумевает себе философию определенную, а также как социальный институт. То есть, есть философия, в которой люди стремятся к какому-то пониманию, а потом пониманию духа, пониманию того, что происходит у нас в голове. То есть, люди живут и не понимают. А есть уровень религии, как просто социальный институт, который создает условия игры. Привезли, христианство сюда поставили, и образовались приходики, и вокруг приходов это уже организация. Каждая собирает там какие-то денежки, потом это все централизованно, эти денежки отдают, потом часть какая-то идет в государство. То есть, это организация прежде всего. То есть, организовать людей из живущих себе отдельно. Централизация власти. А, грубо говоря, организация государства, чтобы тянуть с него средства, чтобы создать пирамиду социальную. То есть, есть некоторые сообщества, которые пошли по иному пути, на Востоке. Ну, вот они спокойно как Индии живут. И они... У них своя организация, и она несколько отличается от этой. А, язычество, значит, возвращаемся обратно к теме. Когда-то не было письменности, все мы знаем, да? И люди, эти же арии, барды, баулы, друиды, арии, они запоминали огромное количество песен, текстов, учились друг от друга. И в процессе осознания этих текстов, они как бы совершенствовались и могли вырасти до уровня учителя. То есть, вот ты артист, поешь многое это самое, и если это в тебе глубоко входит, все эти тексты, все эти знания, заложенные как знания, науки, тогда ты становишься учителем и начинаешь уже на мир смотреть не стандартными какими-то образами, а сам рассказываешь о мире, как его видишь. То есть, учителя были. И вот даже были огромные институты потом образователями, которых собирались типа старого монашества такого устроя. Ну, люди все свободны, то есть никаких законов, запретов не было. То есть, главное, воля. Вольный и без проблем. То есть, сама тяга к знаниям была тем, той мотивацией, которая заставляла человека учиться. И учеба, это не было принудительной, то есть, не было всеобщего образования. То есть, собирались там люди, те, которые хотели или видели авторитет и хотели быть таким, как этот авторитет, или хотели быть умными, или хотели иметь знания. То есть, у каждого была своя мотивация. И вот, там, сколько-то лет они учили эти песни, это уже институты когда возникли. А так, закрытые группы, они, ну, это школы назовем их, можно назвать секты. Это сейчас секты можно назвать, потому что на основе христианства разделяется очень много, от почковываются какие-то группы, да, но это везде. И вот, таким образом они запоминали огромное количество текстов, и без какой-либо письменности все, и шла передача. То есть, передача шла только тем людям, и ученики брали только те, которые хотели, очень хотели этого. То есть, они могли ходить, искать учителя, или, увидев какого-то человека авторитетного, падали ему в коленки и говорили, возьми меня, научи меня. То есть, таким образом. Вот. Ну и, когда в районе северной Индии, так, современный Непал, там где-то, весь этот северный участок Бенгалия, перед Гималайской, такая вот, хорошая там погода, хорошая там, для этого не жарко, для зимы не сильно холодно. И вот туда собиралась вся эта братва, собиралась, они ходили из... позднее, когда возникло европейское, это название Европа, они ходили по всей этой территории, это была их территория, они ходили везде, где только могли, им давали кровь, их воспринимали как артистов, да, то есть, артистов, учителя и врачевателей, почтальоны, все, это сам, полный сервис, то есть, тогда еще не было особого разделения. Вот. И вдруг началось такая... То есть, возникновение кодирования, то есть, в той области, там, где санскрит возник, вот, перед тем, как он возник, люди начали задумываться о том, чтобы каким-то образом кодировать информацию передавать, чтобы ее можно было передавать. То есть, так, кодирование, это кодирование языка наше. Письменность, это кодирование языка, код. Вот эти два треугольничка, которые у евреев символ на флаге висят, то есть, это символ образования. Сад, код. То есть, шестиугольник. Код, это угол древних было. И вот угловое, понятие угла, это было код, кодирование. То есть, они знаки писали различные, и таким образом придумали письменность. И когда письменность стала распространяться среди этих всех братвы Боулов и Волхов, то старые, которые основывались, ну, старые группы, да, они просто не принимали изначально эту письменность. То есть, старые законы хорошо развиваются, ум, память развивается, все, больше ничего не надо. Но возникли новые группы, которые на основе письменности создавали, решили создать базу знаний из того, что узнают о сознании и о человеке, и о мире эти Волховы, Боулы, Барды. И вот, они начали создавать эту письменность. Когда этот процесс разработался, то есть, они разработали прежде всего санскрит. И этот санскрит, он создан таким образом, что он на любой язык накладывается, то есть, буковки одинаковые, а знаки одинаковые, а языки разные. То есть, санскрит распространился. И Непали, и в Индии, и на всей этой территории. А часть, которая не воспринимала или как бы не хотела, оставались ортодоксалами, так сказать, как у нас сейчас либералы и консерваторы. А тогда либералы мы были те, которые решили записывать все эти знания и передавать их широким массам. А те, которые оставались при своем, они запоминали и их начали называть язычниками. То есть, от языка. То есть, уже пошло разделение. Вот здесь есть письменность, а здесь все устное. Устное, языческое. Вот отсюда и пошло название язычества. То есть, те люди, которые в системе своеобразования использовали только устную передачу. И эта устная передача была от ученика к учителю. То есть, ученик находил себе жизнь одного, двух, трех учеников и передавал им все знания. Самых таких достойных, которые сами добивались того, что они хотели. У них было страстное желание учить. Учитель, не каждый учитель ученика возьмет в ученики, будем говорить. Это нужно было добиться, потому что молодой, глупый дворной, вот, и... А он хочет быть темным. А в голове каша. Ну, как дети балуются, да? Вот. И учитель, как бы, проверял всегда и заставлял и воду носить, и дрова рубить, и убирать, и все, что угодно делать. Если ученик твердо решил, его ничем не... То сам тогда он убрал его. И они вместе, так сказать, ходили по всям, по этой большой жизни, по этой большой Азии. Вот. Ну, вот примерно то, что я хотел сказать, откуда появился термин «язычество». Язычество – это устная передача знаний. И так их называли. А New Age уже, когда появилось кодирование языка, то есть песню Настя, тогда и возникло термин «язычество». Перед тем, как не было письменности, до того, как не было письменности, не было термин «язычество». Потому что, ну, все было натурально так, как есть. А потом стали называть их тех старообрядцев, консерваторов, язычекниками. Вот. А христианцу, когда пришло в... на территорию, когда уже весь цивилизованный мир, западный, в Средиземноморье Европа полностью уже подпадала под систему образования примерно современного, они начали свысока смотреть и говорить «язычники». То есть это... Смотрите, кто такой язычник, а вот тот, который молится на эти столбы деревянных. Хотя сами на крест молятся, да? То есть язычник, ничем не хуже, у него память была в тысячу раз лучше, чем у... у какого-нибудь батюшки там сейчас, да? Вот. Вот все, что хотел бы сказать о язычестве. Вот. Привет-привет! Всем хорошего настроения! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...